В общем, Артем сейчас рассказал про такие менеджерские аспекты Agile, да, и, в принципе, он направил нас к той мысли, что есть очень мало каких-то корневых проблем бизнеса, да, то есть Agile, как, вот эта вся история работает, что вот у нас есть какое-то решение, нам надо его доставить. Откуда это решение, кто его доставляет, да, там еще куча других вопросов, и, в конечном счете, ну, если подумать, а вообще зачем мы доставляем решение, да, то, ну, как бы, можно теперь формулировать, что наша конечная цель, то не доставить решение, а доставить счастье, да, нашему клиенту, нашим пользователям, нашей команде, вот, и даже, ну, в честь этого в Омске конференция названа, одна достаточно популярная, как бедет, идея у организаторов абсолютно та же самая была, я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, что, ну, главная вообще часть жизни, да, но это настолько сложная речь, вот, и сегодня хочется поговорить про процесс доставки, да, но уйти немного вот в сторону бизнеса и с другой стороны, в сторону команды, да, то есть здесь оно все друг с другом связано, и если говорить, да, вот про то, что рассказывал Артем, то, ну, в моем восприятии, скрам, канбан и все, что мы там до этого видели, это просто инструменты, да, то есть там есть молоток, он, как сказать, его меш задан скрам-гайдом, и если ты примерно понимаешь, да, смотрел, понимаешь, что это молоток, считал скрам-гайд, то ты можешь понимать, что есть гвоздь, можно его забить молотком. Если скрам-гайда не читал, и слушал всякие непонятные мутные доклады в 50-м пересказе, то у тебя развиваются галлюцинации, ты когда смотришь на молоток, тебе кажется, что это дверь, и ты пытаешься там что-то с ней странное делать, короче, ну, конечно, в счете, эти инструменты, они очень четко описаны, их просто можно либо использовать, либо не использовать, да, а при этом, для исключения инструментов, конечно, у нас есть люди, вот, сколько-то фоток я надергивал в нашей команды, и эти люди могут либо использовать инструменты, либо не использовать. И Аджай-манифест, вообще, народная мудрость, да, говорит нам, люди важнее инструментов. Есть кто не согласен с этим? Один? Ну, вообще, обговорочка, как бы, они не отрицают важность того, что справа, но ценят, конечно, то, что слева. Ну, здесь больше стоит, все честно. Здесь стоит больше, люди важнее, чем важность. Ну, просто, здесь не сказано, что инструменты не важны. Очень часто это в крайне. Это просто человек писал, а не инструмент. Да. Инструменты, отвлекая мнение. Вот, окей. Позиции понял. Еще что-то есть, или нет, про важность инструментов, и... Ну, ты можешь сказать, что инструменты важнее людей? Может быть, перефразируем? Бывают ли ситуации, когда инструмент важнее людей? Нет, конечно, бывают. Очевидно. Когда? Ну, из любого правила найдется исключение. И поздно находят их. И, в принципе, не обязательно найти инструменты для того, чтобы быстрее коммуникации на данный же процесс. То есть, в процессе боли ты познаешь какой-то инструмент сам. Да, то есть, если ты строишь компанию, то, на мой взгляд, просто важно найти хороших, мотивированных, адекватных людей, доверить им. И они сами придут, и в понимание аджайла, и к чему-то такому. А если ты просто наберешь каких-то ребят и скажешь, вот, волшебный аджайл, ну, мне кажется, вторая команда, она там, сто метров не проедет, развалится. И когда мы говорим про людей, мне кажется, люди вообще, команда, у нее, то есть, что возникают вопросы про зону ответственности. Когда люди не понимают, за что они отвечают, чего они не хотят, и другой человек, там, ну, то есть, у нас нету семьянника, дитя без глаза, у меня любимая пословица, да, когда пытаются либо вообще за вопросы нет ответственного, либо за него отвечают, там, 10 человек, либо даже 2. Это, ну, сложная ситуация, она всегда создает проблему. Вот, если люди понимают, что за этот вопрос отвечает Петя, за этот Вася, да, и все друг другу помогают, то команда работает слаженно, эффективно. И, ну, если вы программисты, да, вы знаете Single Responsibility Principle, да, и здесь это все очень применимо. Просто вот как вы программист, архитектор, можете запроектировать свою команду и понять, что если у вас там серпи не будет, то, скорее всего, у вас тоже будут кучи проблем с работой этой команды. Вот, и сейчас хочется поговорить, какие вообще зоны ответственности есть в нашей работе. Я буду ориентироваться больше на случай, когда мы оказываем сервисную работу, да, потому что мы сами, компания эффективно, сервисная компания, поэтому 99,9% здесь присутствующих, это тоже сервисные, так или иначе, ребята. При этом продуктовый сервис, там почти продукт, и продукт очень близко к тому, что мы будем говорить, все-таки там есть разница, я ему немного сложно буду не вдаваться все-таки в продукт, а буду вдаваться в сервис. Да, то есть какая основная проблема у бизнеса, если вообще просто найти где-то денег, чтобы там что-то там, арендовать сервер, там, я не знаю, купить подписку на этот, это все копейки, да, надо людям зарплату платить, надо рекламу закупать. Ну, короче, там денег можно тратить кучу, да, и кто-то должен дать. Это первая проблема. А вторая проблема – это поиск проблемы, да, то есть мы должны понять вообще, что мы делаем, чью проблему мы решаем. Если мы ничего проблему не решаем, то, скорее всего, у нас рано или поздно деньги кончатся, и это все станет никому не нужно. Потом, когда у нас есть осознание вот этого, мы уже можем начинать искать решение. Когда мы поняли, что такое решение, мы можем начинать это решение доставлять. И, по сути, вот только здесь начинается история с процессом доставки, про который рассказывал Артем. То есть вот это все было вообще упущено, да. И вот эта штука вообще по-другому называется дизайн, да. И слово дизайн правильно говорить вот про это. То есть дизайн мышления – это здесь, и любого рода дизайн, он здесь. Я имею в виду, ну, в таком хорошем смысле слово дизайн. И если вы участвуете в поиске решения, вы тоже дизайнеры, да. Но у нас часто бывает, что человек слышит дизайнер, он думает, что дизайнеры так зато рисуют. То есть вот это такое, ну, проблема восприятия этих слов, и она не там мешает. Но опять же, если вы будете читать про дизайн мышления, про там Google Design Sprint, и вот там будет слово дизайн постоянно, и это все здесь, это не про рисование, да. То есть я вообще вот, кто просто рисует, я бы сказал рисовальщики, а не дизайнеры. Тогда бы просто меньше было купленных. И есть другая проблема, да. То есть, окей, мы что-то там придумали, что решать, а где людей-то брать, и как-то находить их на рынке нету, да. Это вообще основная проблема в IT. То есть, а вот фигня, там, где-то уже никаких проблем, все решено. Сейчас к кому не придешь и говорят, у нас людей нет. Вот, это вся проблема современного бизнеса, что нет людей. И поиск людей – это огромная, очень сложная проблема. И ладно, людей нашли. Но там еще возникает проблема, что вот мы говорили про роли, да, там, на проекты, а Джанн говорит про роли проектные. А надо человеку позицию путь в компанию, да, чтобы она им еще там нравилась, чтобы он там понимал, что у него есть как-то карьерный рост, какие-то перспективы, там, он куда-то движется. И бывает зачастую, что мы такие хотим дать какого-нибудь там скроммастера роли или что, а мы не можем позиции в компании сопоставить. Что нам скроммастера в компании иметь, потому что просто скроммастер, может быть, это как-то, ну, кажется, что не так хорошо, да. То есть, там, программиста понятно, что это позиция, а вот эти все мета-позиции скроммастеров, в смысле роли, они не всегда хорошо вложатся на позиции. И поиск знаний. То есть, люди у нас есть, но технологии у нас развиваются настолько стремительно, что через год, если ты что-то сегодня знаешь, через год ты уже очень сильно отстал. То есть, тебе все время надо искать знания, быть в настрее прогресса. Как-то вот с этими людьми постоянно надо двигаться вперед. При этом, допустим, ты работаешь в агентстве, все проводят время здесь и говорят, что, ребята, мы заняты, нам некогда кого-то изучать, кого-то что-то делать. Какие знания, давайте на этих текущих все делать, как бы, ну, вы же понимаете, что мы все, как бы, по рукам и ногам связаны. Вот, и теперь, если говорить про single responsibility principle, так очень-очень высокоуровнево, да, то кто за что отвечает в этой истории. Вот это вообще, если мы занимаемся сервисной разработкой, то за красную зону отвечает клиент. Он где-то находит деньги, и он приходит и говорит нам, ребята, у нас есть проблема, я хочу, чтобы вы мне помогли ее решить. И есть сервисы два типа. Можно их называть аутсорс аутстав, можно называть просто сервис типа А и сервис типа Б, чтобы вот, ну, просто аутстав все понимают по-разному, я специально говорю вот от этого слова. Хотя я вот это назвал аутстав, это просто сервис по решению бизнес-проблем. Буду называть презентации сервис типа А, сервис типа Б. Вот этот сервис проще в каком-то смысле, да, то есть ты просто, там у тебя есть какие-то скилованные программисты, ты говоришь им, вот, идите работай. Они работают, и просто ты даешь людей. Вот этот сервис, он требует от тебя решения. То есть тебе приходят с проблемой, говорят, вот мы вот просто, если какая-то бизнес-проблема, придумывая решение, что это будет там сайт или мобильное приложение, мы не знаем, это твоя задача. Ты там начинаешь что-то думать, искать, проектировать, там думаешь какие-то технологии примените, то есть тебе никто не приходит, не говорит, какую конкретную технологию использует, ты сам там придумываешь. Вот. И бывает еще третий тип, сервис типа ТЗ, когда приходят и говорят, ну у нас ТЗ. Нет, скорее так, вот здесь вот чуваки сидят и говорят, дайте нам ТЗ. Мы будем работать по ТЗ, потому что если у нас нет ТЗ, потом нас задолбаете и приемку не сделаете, и вообще мы разоснемся, как мы знали, так уже проходили, такое было. Типа нету ТЗ, нету работы, идите лесом, выдайте. Вот. Я считаю, что сервис типа ТЗ, он вообще не имеет права нажить. Почему? Потому что он, по сути, говорит, что в плане скоупа решение должен дать клиент, а в плане процесса вот эта часть. А решение, мне кажется, целостная история. То есть если ты даешь скоуп, определяешь как-то, работаешь вот на этом уровне, то ты должен процесс понимать, потому что ты можешь, ну, какой-то скоуп взять, который вот под твой процесс вообще не подходит, да? И, допустим, тому все эти схемы, которые начинают переменяться, когда работают по ТЗ, они зачастую не вложатся вот в те идеи, которые думали, когда люди бы здесь искали решение. И мне кажется, это не работает. И, ну, про это говорит single responsibility principle. То есть если у нас есть ответственность поиска решения, так держите его в одном классике, почему вы его начинаете мазать по двум. И не работайте по ТЗ. Если вы хотите делать решение, учитесь работать без ТЗ. Если вы хотите просто давать скилованных программистов, давайте просто скилованных программистов. И с точки зрения рынка, это действительно так. Сейчас никому не нужны команды, которые работают по ТЗ. Нужны либо такие люди, либо такие. То есть здесь мы продаем крутых программистов, которые знают фреймворк, последние новинки. Здесь мы продаем команду, которая умеет решать проблемы бизнеса. Все, по сути, с точки зрения маркетинга нет других путей. Все остальное рынку не нужно. Мы вредились на собственный опыт. Ну, опять же, может кто-то считает по-другому. Это наш опыт и то, что мы верим. Вот, с другой стороны, хочется посмотреть немножко с другого боку, именно про доставление счастья. А что значит счастье? Очень сложный вопрос. Но есть простой ответ. Вообще, это сенсационный тренинг, на котором наконец-то сейчас будет дан ответ, что такое счастье. Так что готовы. Да, у кого какие ответы? Когда мы счастливы? Когда вы счастливы? Про себя можете сказать. Когда мы можем контролировать свою жизнь. Эмоции. Когда человек самореализован и самоактуализован. То есть он делает с удовольствием то, что от него пришло общество. Окей, принимается еще? Есть и до положительной эмоции. Какое ожидание от жизни и реальности совпадают. Нет, опять почему. Не отрицательное. Нет, против уровень эндорфинов, да? Ну, а когда у тебя уровень эндорфинов? То есть понятно, что в конечном все это все гармонально. В жизни библо. О, а так вариантов, когда это происходит, много. Вот, как бы перелить масло, когда у тебя все слои... Первый какой? Базовая потребность. Покушек. Да, это общая гармония какая-то. Ну, в принципе, все расходится. Мне кажется, вы, так сказать, еще в поисках счастья. У вас нет какой-то неуверенный ответ? Еще не счастливый ответ. Сейчас правильный ответ. А? Сейчас правильный ответ. Здесь и сейчас. Это другой тренер. Это этот... Как в один, там, вот это все как-то. Тоже крутая история. Но я опять же... Опять же, конечно, это вопрос очень дженерик. И ваши ответы были правильными. И я сейчас хочу отведать именно вот при цели нашего кейса про сервис, когда мы делаем сервисную работу. Когда мы счастливы? Участливы. Когда у нас есть деньги? Когда решения своевременные? Когда результат превосходит ожидания? И когда мы развиваемся? Ну, то есть, так или иначе, это можно переигрывать, да? Это просто говорить, когда нам есть, что покушать, да? Да, там, как бы, ну, просто нам здесь может быть... А вообще, у нас здоровье сбоку еще надо дать. Ну, здоровье это следствие. Если у тебя есть достаточно ресурсов, ты можешь инвестировать свое здоровье. При этом, если ты уже продолбал здоровье, да, у тебя вот это тоже развивается. Здесь такая система, ну, понятная. Здоровье, конечно, круто. Но это физиологом больше. Ну, короче, смотрите, если мы вот это возьмем, то это, по сути, классический треугольник. Бюджет, время, скоп. А вот это выпало, да? Но на самом деле, если мы треугольник хорошо двигаем, да, то мы будем тоже развиваться. То есть, если мы зарабатываем, если мы делаем своевременные решения, да, и, допустим, у нас есть пример, когда мы сделали мессенджер классный. То есть, мы его сделали три года назад, он был более своевременный, сейчас, скорее всего, был более успешным стартапом, а сейчас он не своевременный. Мы сделали классное решение, у нас есть деньги, мы заработали ожидания. Оно было не своевременным, и мы очень несчастливы по этому поводу. Я думаю, если вы с этим сталкивались, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Короче, если у вас треугольник этот получается сбалансированно достигать, вы, на самом деле, неизбежно будете развиваться. У вас просто другого пути, скорее всего, не будет. Ну, и с другой стороны, можно и отсюда сюда выходить. То есть, если ты сам себя пытаешься выводить из зоны комфорта, то, скорее всего, какие-то амбиции перед собой ставишь, скорее всего, ты к этому тоже будешь приходить. Поэтому все в целом взаимосвязано. И, ну, вот, по сути, вот эти четыре пункта, да, это такие наши конечные цели, да. То есть мы хотим зарабатывать, мы хотим делать свое время на решение, мы хотим делать результат, который превосходит наше собственное ожидание, ожидание клиента. Мы хотим развиваться. Вот банально вот это наши такие простые, понятные, детейские цели. И вот дальше я думал вообще много вчера вечером про то, как это все рассказать. И, ну, знаете, у меня были такие мысли, что, блин, это такая крутая тема. Она вот, я понимаю, что я внутри себя достаточно хорошо понимаю. Но как вот к ней подойти, чтобы другому человеку ее объяснить, чтобы ему было понятно, и это не было такой-то вот генерик-теории, которая вообще непонятна, зачем ему вот прямо сейчас. Я подумал, что, ну, то есть я раз для вариантов говорю эту мотиву, я понял, что нет лучшего способа, чем просто рассказать, вот как мы двигались, рассказать, к чему мы пришли, там вместе с вами, может быть, через ваши вопросы помочь разобраться в вашей ситуации. Вот, поэтому хочется рассказать именно чисто про наш путь, там, в том числе мой личный, как мы шли вот на этом пути, какие, на какие грабли, ловушки мы наступали, обо что обжигались, что в итоге переделывали, и что у нас в итоге получилось. Так, как вы знаете, компания Effective, она раньше была компанией Handsome, то есть у нас было совместнострудничество с американской компанией, достаточно классическая схема для Омска, когда у нас есть головной офис США и какой-то классный офис разработки в Омске. При этом все управление, все там, просто Exetikis, они находились именно в США. Также вместе с ними там находились все PM-ы, которые общались с клиентами, которые вели проекты, и находились дизайнеры. В Омске у нас находились программисты, и вместе с ними, вот это проектный уровень я рисую, то есть это про роли больше, это не про позиции, находился technical product owner, мы так называли эту роль, мы там в какой-то момент сели и подумали, да, и здесь вот придумали, что у нас тут продуктованера нет, но зато здесь есть техника продуктованер, который, название хорошее, правильно, то есть человек, который принимает, ведет именно технический solution, помогает PM-у иметь прозрачность на команды программистов, и в целом это все кучу просто собирать. В принципе, система хорошо завелась, и вот этот человек дал большой выход, и Серик в том числе как раз к нам присоединился на эту роль и сказал, что вообще работа моей мечты, мне нравится программировать в голове, то есть это та работа, где ты можешь не писать код, но при этом писать код в голове вместе с программистами, и потом создавать solution, это очень интересная работа для многих бывших кисторей, уходить именно туда, потому что понимаешь, что саму писать код медленно, лучше делегировать это команде, а саму заниматься чем-то более интересным, как с наведжером общаться. Чем это архитектор отличается? Это такой микс архитектора, менеджера, solution архитектора. Вот мы сами толком не понимали, чем это отличается архитектор, это было где-то на грани, но все вот как-то вот так вот вместе. Вот, потом американцы такие, так, добавим сюда senior технологиста, мы же хотим, чтобы технологический вообще офис-то тоже развивался. Вот между этими позиций начался конфликт такой, потому что этот архитектором хочет быть, этот вроде тоже был, и это как-то все еще больше запутывало. Вот, и также с точки зрения развития знаний у нас были три дисциплины, которые отвечали за развитие нашей технического крафта, за то, чтобы мы были самыми крутыми в мире по вебу, инфраструктуре, то есть веб это front-end, backend, все общие фреймворки, которые вы знаете, инфраструктура Amazon, Google Cloud, там, что угодно. Я отвечал за mobile-on-devices, то есть это iOS, Android, React Native, flat, что-нибудь там еще. Devices это VR, VR, IT, потом еще я же модфак закончил, типа email можно еще добавить. Вот, и Серик отвечал за тестирование и автоматизацию. Вот, и, ну, мы ребята амбициозные, мы справимся. Как бы, и, ну, в целом, оно работало, и мы справлялись. Вот, также были ребята, которые отвечали за похожие вещи в дизайне, за бренд-дизайн, за продовый дизайн, то есть это рисовальщики, это придумают бренд. И был Джош, такой суперполицейский, который всем говорил, that's your job, get things done, и если кто-то чем-то недоволен, that's your job. Вот, как бы менеджмент был такой, достаточно американский. И он сильно отличается от русского. Вот я недавно читал статью, чем он отличается в менеджмент российских команд, что все жалуются, там все пытаются друг другу там, ой, чувак, ты что-то, я понимаю, это так, там, это. А в Америке, если вы будете работать, никто с вами так особо разговаривать не будет, если скажет, чувак, либо ты делаешь эту работу, либо завтра я делаю другой. Вот. Они, у них очень конкурентный рынок, они все к этому привыкли, и вот реально очень сильно отличается, и мы работали в американских реалиях, и это было, ну, мне это на самом деле нравилось. Вот. И, ну, то есть, если сейчас резюмировать, как было в Handsome, да, то есть я бы сказал, что было круто, потому что мы решали вообще какие-то амбициозные задачи, мы выходили постоянно из зоны комфорта, даже если мы не хотели, нас оттуда выбрасывали, вот именно я про ледок говорю в первую очередь. Вот. Мы работали на американском рынке, мы получали там такие практики, которые, ну, я реально горд, что мы через это все прошли. Нам было тяжело, и хотелось плакать в какие-то моменты, но, как сказать, ну, ели кактусы, да, и вырабатывали стокольский чедром. Но, конечно, были и проблемы, да, я сейчас хочу немножко подразкрепить проблемы. Не было хозяином проблемы поиска технического решения, то есть у нас не было очень четкого понимания, кто вот в конце дня придет и скажет, это solution, да, то есть в какие-то моменты у нас в команде было TPO и программисты не было понимания, программист должен прийти это сказать, потому что он senior разработчик на этом проекте, или TPO, это можно сказать. Потом, когда появился чувак на американской стороне, тоже были проблемы. Ну, потому что он тоже начал приходить и говорить, что вот solution-то мы такое делаем, вы что, ребята, да? При этом дизайнеры нам еще доставляли, и они могли занять такую позицию, типа, ребята, мы хэнсом, мы хотим, чтобы дизайн был вау. Вы же хотите быть лучшими в мире, значит, вы можете решить эту задачу. Типа, ребята, выбрай сама. Манипуляция. А? Манипуляция. В каком-то виде манипуляция, в каком-то виде, ну, у нас была дизайн-драйвинг-компания, и когда у тебя дизайн-драйвинг-компания, у тебя дизайнер может занять такую позицию, ты ничего с этим не сделаешь. Кто работал с дизайнерами креативными, тот, ну, я думаю, что я поймет. Это больно достаточно. Также мы вот как лиды, да, вот настроя, мы отвечали за то, чтобы быть самыми крутыми, то есть там у нас в индустрии, мы хотим быть в ней самой крутой. А у меня помимо VR-а еще там 15 направлений. А еще я проекты делаю, а еще я отвечаю за офис. То есть, ну, у Саши, у Серика были подобные проблемы, да? То есть у нас был настолько широкий охват, и при этом не было возможности сфокусироваться. Нас постоянно растаскивал на части, у меня не было возможности даже там, не знаю, честно, я отвечал за Android, например, но не было возможности там код под Android писать, потому что просто была куча других проблем. А как ты можешь быть самым крутым, строить команду, самая крутая, там даже банальная, там уже Android, если ты сам вообще уже там забыл, как код выглядит. И нам чувствовало, что это слишком широко. Но в целом мы тогда не могли свежаться. И также мы отвечали перед компанией за высокую утилизацию, но при этом никак не могли влиять на продажи, если сотрудник проставил. То есть у нас один сотрудник, например, на год не работал, но я сам его никак не мог продать, пойти на аборт или что-то как-то помочь компании это сделать. Мне говорили, это не твоя работа, а в конце года говорю, у тебя утилизация низкая. То есть на меня какая-то ответственность возлагалась, но мне не давалось возможность инструментов для решения этой ответственности. И тоже, опять же, куча проблем. Почему мы их не решали? Вы думаете, мы не пытались? Конечно, мы пытались, многие из них решили, и мы двигались вперед. Но из-за того, что у нас было два офиса, и все руководство было там далеко, и у нас всего лишь два часа разницы пересечения, мы многое это делали слишком медленно. И проблемы возникали быстрее, чем решения. Мы не успевали двигаться с нужной скоростью. И у нас американское руководство ни разу так не смогло доехать до Омска по разным причинам. И они не до конца понимали, не чувствовали все детали, которые происходит в команде. И в этом плане сложно было фиксить эти проблемы, потому что не было такого понимания на кончике пальца. Потом мы с Хэнсом договорились, что путь решения этих проблем, грубо говоря, это стать независимой компанией. И мы стали независимой компанией. И что в Адмэн происходит? Интересная трансформация происходит. Серик Леш уходит на руководящие должности. То есть мы из лидер-шип позиции уходим вообще на экзекитив. Лучших ребят в команде ставим в лидер-шип, при этом это новая для них работа. Распиливаем работу на большее количество дисциплин, потому что мы понимаем, что это надо. И мы не хотим ребятам давать те же проблемы, которые имели сами. То есть мы пилим сразу PM, iOS, Android, Frontend, Пакет, QA. То есть те направления, которые мы понимаем. Думаем такие, что эти ребята, они неплохие менеджеры, они готовы руководить проектами, им это интересно. Когда говоришь с ними про Scrum, им интересно. Когда с ними говоришь про менеджеры, то делать шаг вперед. И мы такие, ну все, значит, это наш шанс, он справится. При этом у нас команда молодая была, лидер-шип, да, то есть мы, ребята набирали опыт, мы припирались бы с другом. Где-то вот этот русский менталитет, мы сверком не могли работать как Джордж, потому что Dead's York Джордж с русскими не работает. Нам приходилось где-то быть более русскими и более понятными для русских людей. Ну и при этом мы вот это все от Хэнсома мы тянули как некоторый менеджерский долг. И там накопились какие-то политические проблемы во времена Хэнсома, которые нам надо было как-то начинать медикировать. Ну и как я сказал, нам всем не хватало опыта, то есть нам всем не хватало руководящего, опыта лида, мне хватало опыта лида. Какие-то люди прихватили нашу команду, которая не хватала опыта в целом компании. То есть мы как-то получили проблему просто, что у нас вроде есть хорошие люди, но они еще просто не сработались, не прикипели к своим задачам. Но при этом мы понимали, что оно едет, наша задача вообще основная – выживать, накапливать подушку и копить опыт. Простая понятная цель, ее все разделяли, и каждый в команде хотел, чтобы компания выжила и двигалась вперед. И, короче, я плюс-минус от этой платы там подробно рассказываю про какие-то проблемы этого периода. У нас вообще основная проблема была тогда продажа. И потом, мы уже подходя к 2019 году, мы накопили опыт и поняли, что уже есть слаженность лидер-шик, поняли, что достаточно крепко стоим на ногах, чтобы начать систематизацию и объявили это приоритетом года. Видите, как мы поступили? Здесь очень важный такой менеджерский прием. Мы не стали пытаться решать проблему сразу, мы дали людям, поставили на людей, люди пошли вперед, мы им помогали в какие-то критические моменты, в целом все разделяли общую цель, деньги зарабатывали, так или иначе достигали и другие компоненты, но пока еще не на 100%. И когда мы почувствовали, что уже люди крепко стоят на ногах, мы накопили достаточно опыта, чтобы переходить к более такому фундаментальному оснаслению проблем, тогда мы только включили этот режим, мы провели стратегическую сессию для решения команды. Опять же, примерно то, что Артем рассказывал, мы просто сели, с использованием стикеров, просто все из головы у себя выгрузили и начали думать. Думать совместно, потому что у нас была уже команда. Если бы мы собрались просто с Сериком, это был бы совершенно и тот выход. и это, мне кажется, очень хороший менеджерский прием, который не всегда используют. Дальше мы поняли, что мы не хотим иметь такие проблемы, как имели мы с Сериком. То есть мы поняли, что если бы у нас лид лид, то он за что-то отвечает, он должен иметь соответствующие инструменты. То есть мы дали ребятам возможность контролировать над деньгами, утилизацией маржой, так или иначе. В целом у нас в компании всегда есть возможность наложить вето сверху, но при этом лид, у него практически своя компания отдельная. И он ей руководит, при этом в рамках всей нашей экосистемы. И с федерального уровня могут какие-то решения подходить, но они очень минималистичны. Также мы поняли, что век, мы очень много мучились, вообще что такое век лид? Кто туда входит? Вообще все подряд, или там front-end, back-end? Ну мы поняли, что front-end надо пилить на части, потому что это React, Angular, это Vue. И нельзя одновременно быть крутым Angular-щиком, которого каждый VK-щик в мире хочет видеть, и одновременно крутым реактистом. Можно быть одновременно крутым фуллстекером, который как фуллстекер крутой. Но если ты хочешь быть крутым реактистом, то тебе надо знать последние фишки React, тебе надо делать какие-то зашипенные анимации уметь. И тогда ты крутой, тогда тебя реально хотят видеть в любом проекте. И вот мы хотим, чтобы у нас ребят было возможно быть не просто знать фреймворк, а быть реально топ-ночь на рынке. Вот, поэтому мы начали пилить. Back-front-end разбилили на React, Angular. Vue сказали, ладно, это не наше, пока ты где-нибудь там-то ссуиск. Кросс-платформу мы отдали в Mobile. О, подождите, неправильно говорю. Кросс-платформу тоже отдали. Соответственно, React отдали в React Native. Native script Angular. И там тоже делов много. И Back-end распилили на Node.js, Python и там что-то еще. Ну, то есть, опять же, распилили на все фреймворки. Короче, мы просто по фреймворкам пилили. Python – это даже плохая распилка, потому что Python – это не фреймворк. Django – это фреймворк. И понятно, что вот я по этой дисциплине, скорее всего, не только Django знает, да? Ну, как бы, здесь, как сказать, здесь вопрос не области знания, а вопрос фокуса. Вот это очень важно. Вот. Дальше мы поняли, что мы не сможем делать одновременно и дизайн, и технологические агентства сильные. То есть, наша задача – быть лучшим в мире. И мы поняли, что одновременно быть лучшим в мире и по дизайну, и по технологии невозможно. Ты либо дизайн-драйвинг, или технологий-драйвинг. Не бывает, что ты дизайн-технологий-драйвинг. Это как бы, ну, мы с Соберем Хэнсом поняли, что там есть противоречия. Я могу там подробнее объяснить, почему, где она там достигается, почему она там восстанавливается. И мы поняли, что мы, конечно, технологий и дизайн. Вообще мы хотели сначала дизайнеров нанимать, а потом поняли, мы вообще не будем дизайнеров нанимать, каких-то рисовальщиков. Пусть это делают наши партнеры, пусть они этот крафт развивают, и пусть они будут лучшими, а мы просто будем сотрудничать. Вот. И также мы получили наших первых проектных людей в США. foot on the ground и начали делать проекты по вот этой схеме. Там тоже куча проблем. Непонятно, как это все правильно строить из этих всех часовых поясов и всего. И мы, по сути, первые попытки потерпели неудачу в нашей собственной проектной модели. Мы пробовали делать PMUS, PMRU вместе с Евгением Мариной. И у Евгения была проблема, что ему не хватает фокуса. У него слишком много разных задач и приоритетов. И это не было возможности фокусироваться на салютном достаточно техническом, чтобы давать команде то, что ей надо. То есть там и доски все вообще были в хаосе, и процессов никаких не было, и команда приходила, и не понимала, о чем мы вообще делаем. И недостаток технический. То есть Марина была этим человеком, который хорошо знает, ну она есть, кто хорошо знает IT, кто работал, но кто не программист, кто без технического бэкграунда. И мы думали, что она сейчас нам сделает классный solution, потому что она же нас послушает, и мы все вместе все это придумаем. Но в итоге это приводило к тому, что времени мало, и кто-то начинает принимать решения, не обсудив с другими, и все в итоге приходит к хаосу, и проблема в команде, когда там и та же человек на этой позиции, и с Мариной, в принципе, это происходило, что со стороны разработчиков начинаются вопросы, начинается вопрос потребования авторитета. Ну а если менеджер потеряет авторитет, то в целом начинается все сыпаться. И мы придумали красивую позицию в solution architect. Мы слышали эти слова из других компаний, может быть, не до конца понимают, что они значат. Но это красивая позиция, она вообще всем нравится. То есть ты хочешь быть в solution architect? Куда идти? Спроси, кто хочет быть? Спроси, кто из вас готов быть сегодня стать совершенным архитектором? Мы такие придумали, это классно, это вообще какая-то путь, вообще вот эту светлую комбинацию с и там, и там проектными людьми. И мы, короче, поняли в какой-то момент, что у нас все вообще по-разному это понимают. И там Женя считает, что совершенный архитектор делает то, серик тоже, а то, и другое. И мы, короче, говорим одно и то же самое слово, а вкладываем вообще разное. И вот эту картинку я показывал, у нас в принципе в целом был победил вот так вот, что вот есть вот эти вертикали и горизонтали дисциплины. Я здесь рекомендую посмотреть вот этот акклад. Он больше подробно проекте. Но потом мы поняли, как уже во второй половине года, во второй части сепартизации, мы поняли, что надо что-то допиливать, улучшать. Вот, мы поняли для себя очень четко, что мы хотим видеть инженеров во главе нашей работы. И это важное такое менеджерское решение. Здесь как бы, ну, либо туда идешь, либо туда. Поняли, что у инженера есть три понятных пути для развития. Сейчас про них расскажу. И вообще у меня там начало неоднократно называлось «Архитектура карьеры программистов». Это как раз вот этот кусочек, потому что мне он очень нравится. И я сам для себя, честно, я сам для себя до сих пор думал вообще про карьеру, про куда я иду, а не люди мне работают в Google. Короче, ты себе периодически эти задаешь вопросы. И вот, ну, когда у тебя нету понимания в компании, вообще куда тебе компания это может вести, и ты не видишь вот своего карьерного захвата, карты, да, куда ты можешь по карьере двигаться. Мне кажется, многих амбициозных людей, мотивированных, это, ну, фрустрирует. То есть человек должен понимать, что я вот сегодня отвечаю за это, если я буду молодцом, то я вот могу свориться сюда, да, и он все равно как-то простраивает свои ожидания в плане своей жизни. Ну, и каждый день приходит радостно на работу, понимает, что он делает какой-то шаг в более светлое будущее. Вот. И мы, короче, как-то вот сразу в сторонку крутили и вертели, потом такие вот поняли, что куда вообще можно расти, и как-то через это мы, и понимание вот этих двух фактов, мы тогда уже как-то начали быстро мёрзжить и восстанавливать, что нам делать на проекте. То есть мы поняли вот эту позицию теперь руководителя проекта. То есть это не solution-архитектор, это, по сути, ну, то есть опять же, solution-архитектор, все понимают по-разному, да, ну, поэтому я не хочу этот термин использовать. Теперь это, по сути, такой технический директор проекта. То есть он отвечает за solution. Он интегральная роль такая, которая, ну, решает проблему бизнеса. Если у нас technology-driving компания и technology-driving проект, то мы про проект должны понимать, он design first или technology first. То есть если это какой-то креативный маркетинг, там это что-то, ну, видите, дизайнеры, по-моему, с ним вам делают, там, студия лебедя, там, кто угодно. Если вы делаете какой-то стартап, который technology-focused, да, и который говорит, что технология – это вообще основа нашего бизнеса, надо ставить по главу solution-а, технического человека, и дизайнеры должны быть под ним. И здесь на уровне менеджмента, там, стартапа, проекта, нужно принимать решение очень четко, кто у вас технарь, технари главные или эти. Не будет так, что у вас и те, и те одновременно главные. Всегда будет какой-то скрытый конфликт. Вот. И мы работаем с проектами, которые technology first. Да, значит, мы на этих проектах имеем возможность оказать клиенту сервис, когда мы даем технического директора. Этот технический директор отвечает полностью за solution. Это очень интересная роль, интегральная. Это человек, опять же, у технарь – это очень большой плюс с точки зрения позиции. То есть этот человек может, там, сегодня заводить процесс, а когда он уже все сделал, ему вроде нечего делать, он может пойти писать код, фиксить баги, там, я не знаю, какой-то арбифакторингом заниматься. Его можно легко утилизировать на 100% на любом проекте. И клиент понимает, что это вообще первый, если клиент хочет решать проблему, это первый человек, который ему нужен. То есть мы всегда сначала продаем TPL, еще стартапом, в первую очередь. TPL начинает строить команду, сам решает, что он хочет понять, будет сцепленный лидов, берет людей, он сам решает, что там, какие технологии. Понятно, что есть стейкхолдеры, которые все реквуют и опруют, но мы так не работали до этого. И когда мы к этому перешли, это дало просто прорыв, такой свежий, очень хороший готов-ход. На входе что? На входе что вы сделали? На входе проблема. Приоритеты бизнеса, проблема. То есть опять же, теперь он может работать с открытой проблемой, может работать закрытой, когда уже есть продукты, но у них какая-то узкая проблема. Но это все проблема. И он предлагает решение. Он желтый. Решение он строит, от стволя, с проблемой он полностью устраивает. Это путь развития TPL, то есть ты можешь начинать, как такой начинающий TPL, решать какие-то проблемы внутри, закрытые проблемы, короче, когда у тебя нет какого-то прям вообще открытого вопроса, просто вот здесь продукт, мы знаем, что ему надо там запилить мобильную версию. Как ее именно делать, как именно это дергаться организовать, мы пока не знаем, это вот такой первый шаг в TPL, когда все равно начинаешь решать проблему, с разработчиками обсуждать и так далее. То есть еще что-то должен расти, когда ритейл в бизнес приходит и говорит, нам надо сделать портал для таких-то людей, вот они хотят то-то, то-то, все. Или вообще там стартап приходит и говорит, я хочу помогать, я не знаю, там университетом что-нибудь делать. Или приходит такой лидер-клуба хоккейный, говорит, мы хотим больше зарабатывать. Вот, перед нами лига ставит какие-то цели. Что ты будешь делать? Мобильное приложение там, telegram-бота, вообще, короче, вариантов, берем с сайта и так далее. Давайте двигаться до людей. Еще один лайк-дор придется поделать. Так. Поняли, что эта штука прям вообще доставляет. Именно доставляет счастье, она, во-первых, доставляет счастье нам самим, во-вторых, доставляет намного больше счастье нашим клиентам, потому что у них есть очень понятные пути решения цех вопросов. Есть люди, которые оунеры, которые, ну, так сказать, к ним придешь, и они тендуют, да, то есть нет такого, что, ой, подождите, там, туда-сюда, приходишь, и человек решает твою проблему. Для клиента это очень круто, когда у него есть предсказуемость, понимание, четкость. И опять же, ну, в конце дня эта штука позволяет нам работать в рамках бюджета, работать в рамках сроков, а из холп мы обычно как-то там как-то или иначе крутим. Вот, и TPL-ю надо работать с треугольником, то есть если TPL-ю не может как-то выходить на понимание вообще, сколько у нас есть денег и сколько у нас там сроки, но он не может свою работу делать эффективно, как мы с клиентами и говорим, что ну, вы либо давайте нам эту свободу, либо давайте мы не будем выпендриваться, вы просто сами все процессы организуете, сами свое TPL-ю найдете, мы просто вам дадим хороших ребят, и они будут работать под его руководством, но если у вас там процесс или solution облажается, то как бы, ну, вы не будете это с нас спрашивать, потому что мы не имеем возможности решать проблему хорошо, если мы не понимаем там ваших бюджетов, ваших проблений. Вот, но проблема, нужно еще больше лидеров, то есть у нас раньше надо было дисциплин лидов много, теперь еще и TPL-и надо, вот, но это классная проблема, чтобы ее иметь, да, я согласен с Артемом, если у тебя нет проблем, то ты втруб. Вот, у нас есть проблема, но это интересная проблема, нам очень интересно решать, вот, и вообще мы верим в лидерство, да, и опять же, это про людей, то есть если говорить про людей, там надо сразу говорить про лидерство, и вообще твой бизнес, твою команду, твой проект определяют, твои лидеры. Если у тебя хорошие лидеры, то даже если у тебя какие-то неидеальные инструменты, прямо здесь и сейчас, ты вырулишь на нужную дорогу, и придешь к успеху. Наш напомник, а СИ это что? На продажном кадре. Что вообще? Software Engineer. Software Engineer. Это Deep Engineer. Я сейчас про них расскажу еще, это действительно лиц, а техника проектов. И видите, мы все время здесь вкладываем L, это очень важная для нас буква, мы не хотели, чтобы мы отберялись, мы поняли, что буква A, она для нас не так важна, как L. Вот, если теперь возвращаться к зонам ответственности, то здесь по-прежнему клиент, а здесь мы поняли, что здесь теперь его команда на каждом проекте вот это делает. Здесь делает Еле его команду. У, реклама. То есть мы развели это очень четко. И у нас исчезла проблема, то есть мы сейчас не хотим ребятам, гелям, говорить, ребята, да вы будьте менеджерами, потому что мы поняли, что это конфликт, потому что вот эти люди и эти люди, они думают по-разному, у них другие проблематика, и это нарушает это все. Вот, как стало, тут схема такая, просто, чтобы медитировать на нее, глядя, когда домой придет. Я не буду ее сейчас расписывать, но здесь как бы в каждом шаге прямо написано, какие глаголы мы делаем, и все очень четко предсказуемо любому сотруднику на анбординге. Это покажи, он скажет, когда спасибо, анбординг прошел за две минуты, он уже пошел работать. Вот, и вот эти три пути, да? Я когда вот это увидел, я вообще порадовался. То есть смотрите, какой красивый градиент. Допоминает CD. Все такое скетчем могут рисовать. Я не смог, я скачал, глядя. И смотрите, видите, здесь прям, вот как-то так получается в природе, да, что если ты вот так вот делаешь вот эту призму света, то у тебя раскладывается спектр инженерика на свои видимые части. Дип инженер, видите, красная зона, project lead зеленая, и discipline lead сильная. Это в природе заложено. Не я придумал, понимаете? об этом люди сборят. Просто здесь я оставил лидерский уровень, ну короче, это не суть. Короче, вот инженер, инженер это кто это? Инженер программист, инженер тастировщик, не важно, какой он инженер. Архитектор, там это тоже инженер в этом смысле. Куда у него есть путь расти? Копать глубже и быстрее, там и сильнее, и выше. И многие программисты, они хотят, сегодня мы изучаем фреймворки, завтра будем изучать больше фреймворков, или там сегодня изучаем, как писать программу под Android, завтра будем изучать, как Android работает на уровне операционной системы. Это очень понятный путь, который по инерции многие технологии на помолчании двигаются именно в него. Но как я объяснил, вот эти две позиции лидерские, они тоже нужны. Этот человек отвечает за развитие наших знаний, этот человек отвечает за деливери наших проектов. И путь инженера, если по карьере смотреть, это не такой путь, это вот так вот. И потом он куда-нибудь, там в 30 лет, что-то осознает, что он хочет быть здесь, например, там, если бы. А? Если бы. Да, кто-то вот еще тут, тут вот там. Вот, вы можете порисовать свой путь и мне тоже кинуть, когда, допустим, на собеседование приходите в следующий раз, показывайте картинку вашего пути, я тоже так на нее смотрю. Ну, все понятно. Вы можете рисовать? О, давай. С инженера. С инженера я, конечно, пошел в Deep Engineer. Потом Android. Потом я параллельно пилил комьюнити, и там у меня вот эта сторона прокачивалась очень сильно, потому что я постоянно что-то учил и других учил и так далее. Я где-то вот тут вот вмесился. Вот. А это я вообще, типа, вообще фигня. Типа, пусть другие люди занимаются, я вот буду учиться и в Google работаю, там, я не знаю, и буду супер-дип-инженером и уважаемым человеком, да? А потом только со временем я понял, что мне интересно предпринимательство и мне вот вообще, как бы, интересно бизнес-проблемы решать, и я пошел сюда. Вот сейчас я, по сути, пришел сюда, я сижу вот здесь вот и при этом еще занимаюсь предпринимательством, да? И здесь вот стоит сказать, друг, он про найм, да? Есть еще выход вот сюда, как бы, это предпринимательство. То есть ты можешь сам стать вот этим бизнесменом, который решает проблемы такого-то бизнеса, в смысле, который ищет проблемы, ищет деньги, в первую очередь, да? И вместе с командой решают проблемы. Вот. И вот эта позиция, конечно, максимально близка к предпринимательству. При этом это тоже близка, потому что вот этот чувак, у которого есть просто крутая команда специалистов там по реакту, да? Лучшие в мире. Он продаст вообще без проблем и будет там, так сказать, зарабатывать. Вот. И получается сейчас с точки зрения вот этих чуваков прожих видов, у нас в компании есть три основные дорожки, по которым они могут работать. Они работают по индустриям, то есть теперь, как сказать, все знают, что программисты, там, Angular, например, а теперь он в чем? На чем его акцент? Вот. На самом деле акцент на индустриях. Он должен брать индустрию, и быть лучше умеет. Ну, мы быстрее на это еще крутим, вертим. У нас retail это сейчас самая такая прокачанная штука. Вот в спорте сейчас есть варианты всякие интересные, имеется с авангардом, но это очень интересная индустрия, потому что у меня очень много денег. и там сейчас немало этих норей. Немало этих норей хороших, да. И знаменитости сейчас тоже у нас есть выход интересный на знаменитости, и это тоже интересно. Там тоже много денег, немало этих норей. Да. То есть, ну, вот, при этом вообще, ну, это пока такие маленькие истории, мы пока основной фокус сделаем именно на retail. И вот, вот это наши дисциплины, наша нарезка, вообще это называется карта, Соединенных Штатов объектив. Вот это штаты, здесь в каждом штате сидит губернатор. Вот, в принципе, зелененьким отмечено там, где уже губернаторы власть свою закрепили, где там повстанцы не пытаются жечь парламент каждый день. Вот желтенький, где пока у нас такая, как сказать, власть устанавливается. Красненький, это где... А, про союз, да? А, красненький, это где там коммунисты пытаются, так сказать, вести контр-действия, красненький, с тех, что мы вообще не хотим, например, себя развивать и будем лучше работать с какой-нибудь другой компанией, которая думает делать. О, как я познаю. Синенький. Синенький, это те, которые мы бы хотели развивать, но пока не развиваем, потому что, ну, они перспективно выглядят, но мы пока их не развиваем, потому что вообще времени нет. Ну, это опять же все вилами на воде описано, это так иначе может меняться. Да. Вот, короче. На самом деле это был последний слайд. Да, надо сделать вывод, то есть, что я, вы про опыт, я думаю, прекрасно поняли, да? Ну, как бы, зачем вам мой опыт, если он мой? Хочется сделать вывод, что я вообще, какую ключевую мысль пытался донести, что, ну, если ты менеджер, да, и вообще ты работаешь в команде, то нужно понимать, что проектная история, она является всего лишь частью, и очень важно вообще люди, да, чтобы людям было вообще интересно, надо понимать, кто, на что отвечает, надо понимать, как мы все вместе во что-то такое единое, цельное собираемся с красивой архитектурой, и вот, ну, мне кажется, если на эту архитектуру посмотреть, любой инженер на нее посмотрит, скажет, ну, да, типа, чистая архитектура, хорошая. Вот, если вы попробуете архитектуру вашей компании нарисовать, ну, просто попробуйте, можете ли вы это сказать, а если не сможете сказать, то где у вас немножко отсыпаться, вот это и есть такая зона ближайшего развития. Вот, стратегические сессии, вот эти все совместные штуки, про которые Артем говорил, они работают, то есть, если вы просто собираете нотивированных людей вместе и ставите задачу, ну, так сказать, улучшить то, что есть сейчас, это работает, вы даже не знали, что получите на выходе, люди просто дают результат. Вот, поэтому в целом, такой, также, еще добавлю, что, ну, мне кажется, вот в плане карьеры это была хорошая такая штука, и тем же студентам, и всем, и многим даже взрослым людям, это, мне кажется, полезно, что понимать, вот здесь, по сути, три пути, и, да, вот в русской сказке ты стоишь, по сути, на развилке, и чем быстрее ты поймешь, что тебе в жизни интересно, тем больше ты в этой жизни добьешься. И, ну, наверное, такая позитивная итог этого доклада, что, вот, где бы вы сейчас не находились, в какой ситуации, где бы вас проблемы не было, если просто с вами есть рядом хорошие люди, начните с ними про эти проблемы говорить, и вы обязательно добьетесь очень больших результатов. Это, это, ну, это из нашего опыта, я могу быть в этом уверен. вот, все, спасибо. Можно ли вопросы задавать? Можно. Если одним предложением, если одним предложением, как обозначить цель или миссию компании, зачем вы идете? Мы хотим помогать нашим клиентам создавать инновационные и качественные цифровые решения, заботясь о бизнесе клиента, или как о своем собственном. Это миссия, а цель? Деньги зарабатывать. Ну вот, хорошо. Спасибо. Хотелось бы, да. Еще один вопрос. Еще счастье, счастье. Кто теперь? Кто Диэль? Кто? Кто Диэль? Я теперь узнал, кем я должен. Ну, это мой ты кем? Ну вот это вот. На самом деле, я и буду большую часть своего времени, в свое время, даже когда надо было встретиться к настоящему. Кто-то, кто-то, кто-то так и остался. Потом были проблемы. Да, кстати, вот вопрос, кто отвечает за это, кто-то имеет все равно же вы получаете силу, кто-то тут за участие, за участие. Какая версия, за ретеншн, кто-то отвечает в системе. Ну, это связка клиента и Диэля. То есть, теперь... Интересно, кто каждый, у кого как-то... Видят свет. У нас настроение портится. Нет, видят свет. Да, но клиент больше сам думает вообще, куда ему копать. То есть, мы бизнесовую часть наставляем вверх и мы делаем земли. Приду пример. На одном из проектов с финансовой организацией работаем. Метрики. Говоришь, нам нужны какие-то метрики заказчиков. Это для нас проблема. Мы ищем решение. Как его поставили, что это проблема повысит эти метрики, какие-то решения. То есть, задача сверху, метрики повысить, теперь решение, участок. То есть, вы довольно-таки плотно на эту территорию заходите, но цель, какие метрики отслеживать, то есть, что он будет себе цель ставить и сам решать. Ну да. Ну да. Он же деньг. Ну да. Ну и... Ну и... Ну что, вот вопрос, гарантия того, что достижение этой метрики даст ему... Даст тебе деньги. Все равно, конечно, вообще аккуратно сказать, что у меня хочу там больше с такой стилем работать. Активно, но не всегда получается. Я говорю, что это в принципе фактически фактически забрать получается. Да, но именно в бизнес сейчас мы не лезем и осознанно говорим, что клиент именно как зарабатывать деньги, decision making это входит. То есть, если ты считаешь, что это изменение даст тебе зарабатывать больше денег или решит какую-то твою проблему, то на уровне бизнеса он финальное решение принимает. Мы можем предлагать, мы можем там как-то активно делать, да. Грубо говоря, клиент приходит, мы понимаем, что техническое решение есть, и теперь мы можем в маркет на руку. В маркет на руку. Он идет, вкладывается, и мы уже не влияем. Выберет он молодую начинающую компанию, которая стоит решение или даст им и по множеству или он пойдет больше денег в группы. То есть там он уже конкретно решение сам принимает, и мы можем влиять на это. Это зависит от проекта. Это зависит от проекта, да. Это у нас. Снимаем, это его подробно. Снимаем. Лев, Левая, Жень. Ну да, то есть в чем вообще мне кажется фишка основная, которую тоже хотел рассказать, что у нас получилось это так или иначе систематизировать, нарисовать красивые картинки. Эти картинки хороши, потому что с помощью них можно проще объяснять. Это очень важно, когда новые люди приходят в компанию, ты просто берешь и состоишь пару картинок, и люди понимают, о чем речь. И у нас была большая проблема в Хэнсми, и эффективно. Судьи приходят, старички что-то понимают, новички вроде уже работают, но на самом деле нифига не работают, они работают вообще другое в своей придуманной имени компании. Чем больше компания, тем больше рассинкронизации. Если вы посмотрите на новостки компании, они большинство не могут перейти к границе 30-40 человек. Потому что как раз 30 человек, это то, что у тебя уже нет систематизации, и все думают про компанию по-разному, а дальше ехать не будет. троллить можно? Один из тех что-то вот приятное делаем. Ну что, давай. Смотри, вот если ты там приводил параллель аксиду, если мы говорим про устойчивое аксидуное движение, это партнер правил то, что у нас возникает обслуги феширования. Ну и еще. Другие спаицы. Соответственно, вот где вот эта часть, как она у вас построена? То феширование. Капа, это пасфактор. В целом, теперь я должен быть помощник тебе. И вообще такая... И когда-то опять спорят по-разному, то, естественно, устроен, что реально теперь заболел, ушел, как-то в реальности происходит. Но теперь выполняет какие-то, по сути, он просто является ответственным за какие-то функции. Эти функции всем понятны. Если он заболел, то эти функции на время может взять любой другой человек и нести их, пока он болеет. Также есть институт кризисного менеджмента. То есть есть такой спецназ, который, если там чуваки функции типели, пытались поднять и не смогли от земли оторвать, перелетает в спецназ и говорит так, типа, все, ребята, мы вас выводим и едем на нашем автобусе. И у нас этот механизм, он есть. То есть, есть репортинг проектов. То есть, если мы видим, что где-то на проекте толкнуло, то туда даже не спецназ, а пожарных, можно сказать, отправляют. И пожарные помогают людям не сгореть живьем на проекте. То есть, здесь есть такая вопрос? Да, конечно. Вообще, я считаю, что если мы программисты и мы научились писать красивую архитектуру, то мы можем потом стать бизнесменами и то, что писать красивую архитектуру только уже бизнес, а не софта. Вообще, бизнес это софтинг. Слушно говоря, это очень собственно. Люди важнее, чем инструменты. Люди, инструменты. Нет, люди не есть. Нет, я шучу. Интересная аналогия. Новый загружок. Новый загружок цветной, прям, я надеюсь, вот именно как-то расшевелил вас и вы теперь будете наработать в вашей команде смотреть как технарии, потому что вы знаете, что это хорошая архитектура, но вот, блин, у вас есть почва, где вообще вот эти знания применять. Она у вас всегда перед руками, да, и в следующий раз, может быть, там не надо будет какой-то новый framework на андроиде изучать, будет интереснее свою команду по рефакторе. Это же очень круто. Какие-то, есть у кого-то проблемы, которые вот как бы вот вы сейчас с ними боретесь и, ну, так или иначе, может быть совместно или, может быть, индивидуально хотели бы обсудить, разобрать, ну, то есть, я понимаю, что я рассказал про свой опыт, у вас другой, ну, я не знаю, как вам помочь, просто скажите, что там у меня есть проблема, я тогда вас запомню, мы это обсудим. Менеджерский, да? Менеджерский, предпринимательский, да? Никого нет проблем? Вы? Живы? Их много. Нет, конечно. Ну, набросайте парочку. Я буду делать кто из методиков и видение, видение, подограницы, хотя где в себе не выходить, ну, когда говоря, я хочу, все было плохо, я хочу, я хочу, чтобы там было как-то понимать в виде физического депритета, где выбор вот тех самых методиков, которые тебе позволят Ладно, не хотите говорить о проблемах не будем. Не, не, я сказал про проблемы. Ну, ты у тебя такая бизнесовая. То есть я тебе здесь как бы, я про технологические проблемы все-таки. Вот это абсолютно правильно. Значит, еще хочу сказать, что вообще TPL и TPL это очень крутые люди, это очень интересная работа. Поэтому всячески советую вам куда-то стараться расти. Я уверен, что каждый программист может двигаться в эту сторону. Придется брать на себя больше ответственности, больше лидерских качествах прокачивать. Но вот просто я вижу, что на рынке нам не хватает таких ребят. И я вообще всячески за, чтобы их было больше и всячески им помогать. Потому что вообще в конце дня от лидеров зависит вообще, как в состоянии будет там наше IT-сообщество Омский, наш город, наша страна и так далее. Поэтому вот я надеюсь, что именно TPL, потому что я вот как-то помог либо в своей компании эту тему развивать, если вы менеджер, либо если вы программист, то вы можете самому как-то сделать шаг на встречу этому. И начать выходить из этой зоны комфорта, в которой вы сейчас находитесь. Вот, все. Сейчас перерыв 5 минут. Упражнение тоже самое. Делаем клеем стикеры. И потом Lighting Toki. Сейчас кто у нас на Lighting Toki заявлялся. Део swimming-ть в томagoе комфорта. У�ление.